Ответ был на поверхности, он очень простой. Яценюку и Авакову необходимо было эти несколько дней для торгов с Кремлем. Я абсолютно убежден, что компромат на Яценюка, Авакова и Ко и компанию появится позже. Но они, видимо, заплатили деньги, чтобы отложить политическую смерть Яценюка. И на этой же неделе появляется судебный иск Яценюка по отношению к одному журналисту. Якобы это неправдивая информация о том, что он купил 25 вилл на побережье Майами. И сегодня будет, это громкий будет скандал. Вторая составляющая. Я согласен с вами 100%. Оппозиционные законопроекты не проходят. Более того, пусть кто имеет хорошую память вспомнит, сколько Сергей Каплин выступал в седьмом созыве. Сотни раз. Сегодня я убежден, из-за каких-то технических манипуляций, мне просто отключили кнопку, а если я и выбиваю право на выступление, то меня или Ира Гераченко, или Поруби останавливают на 30 секунде. По лесу. Это кощунственная ситуация. Просто кощунственная. Почему? Что такое Карпаты? Что такое лес? Это легкие нашей страны. И мы дожили из-за того, что власть готова, как последний конченый наркоман, лечь на операционный стол и продать свои легкие. Это сигнал, что необходима очень серьезная перезагрузка. Это сигнал, что у власти сегодня нет понятного, взвешенного, экономически обоснованного нового курса. И это приведет эту страну к абсолютному обещанию.